Эту пыль мы собрали, нет, не с пола, как можно подумать. Мы всего лишь прошлись пылесосом по кровати и отнесли улов в лабораторию. На первый взгляд, ничего особенного. Но приглядимся. Вот они, клещи. Нормального человека в среднем в месяц слущивается чайная ложка эпидермиса, которая достаточна для прокормления тысячной популяции клещей домашней пыли. Мы кутаемся в одеяло, спильноматрасах и подушках. Вместе с нами живут клещи. Клещи сибориты. Они любят все пушистые, ворсистые. Они любят комфорт. Они любят хорошую мягкую мебель. Они любят качественные одеяла, пуховые подушки. Домашняя пыль – главный аллерген в вашем доме. Так красиво звучит приятное слово «домашний» и такое мягкое слово «пыль». Но два сочетания «домашняя пыль» – мягкий, ласковый, тихий убийца. Вы не ослышались. Пыль действительно очень опасна. Она вызывает кашель, слезы, высыпание на кожи, приступы удушья. Исход может быть летальным. Ещё в пыли содержится плесень. Внимание! Даже если вы её не видите, её споры всё равно есть в вашем доме. Их уловит только прибор. А вот организм человека отреагирует болезнями. Развитие различных заболеваний бронхолёгочных или микозов вполне вероятно, если мы регулярно, постоянно контактируем с плесневым грибанием. Клещи и плесень – главный компонент домашней пыли. Помните, они есть всегда. Как бы часто вы не делали уборку в квартире. А что ещё содержится в пыли? Её состав зависит от увлечений человека. У книголюба это типографские частицы свинца и клея казеина. У любителей животных – частички эпидермиса и ферментов от домашнего зверя. В квартире у цветовода в избытке дрожжевые грибы. Они, кстати, могут стать причиной грибка на коже. А человек и не подумает, что всему виной растение в горшке. Полностью избавиться от пыли нельзя. Напомним, она есть даже на космических станциях. Но сделать её менее опасной для здоровья можно. Во-первых, нужно избавляться от старых вещей. Во-вторых, регулярно стирать подушки и одеяло. И, наконец, проветривать квартиру. При низкой температуре микроорганизмы в пыли погибают. Дмитрий Богатиков, Милена Корюк, Первый канал.